здравствуйте уважаемый рукодель всем большой творческий привет как-то вам обещала рассказать как я вяжу сейчас увлеклась другим видом реглана который очень внешне похож силуэт на как будто это связано регланом погоном то ли это связано классическим регланом ну собственно да наверное здесь что-то такое среднее получается по силуэту я имею ввиду я специально положил сюда то что я начала экспериментировать увязать этим видом реглана да это толстая пряжа для кардигана где хлопок с мериносом если я не ошибаюсь 140 метров на 100 грамм по моему точно не могу сказать но не уверена я его замораживают до осени там сейчас это не актуально но самое главное что я вижу посадку уже до другой вид пряжи допустим мохер 3 вид пряжи это хлопок с люрексом это yarnart elegance и пряжу лучи и моя любимая самая любимая наверно все они связаны с одинаковым начало у них одинаковые одинаковый ритм прибавок и так знакомство моя пошло откуда я увидел однажды девушку в инстаграм на которую по пояс было отснято ее изделие и мне очень понравился силуэт я не могла понять вроде ли реглан классический а вроде как и погон смотришь и приближала картинку и так и сяк в общем то не сначала не поняла потом внизу значит под постом у нее все расчеты расчеты были настолько муторными что я сказала о боже нет классный силуэт да здорово все но я так точно вязать не буду чтобы прибавлять какую-то часть реглана там с прибавками в нечетных рядах здесь четных в четвертом есть третьем потом дальше во втором а здесь в третьем и вот это вот я представила что я вижу изделие где у меня куча счетчиков рядов и я запутываюсь и и представила картину что я это уже все распускаю и хотелось его так адаптировать чтобы именно вязание было в кайф да а не в тягость чтобы там заморачиваться там в каком ряду мне делать прибавки что я я добилась такого что у меня все изделия вот эти заметьте я взяла разную пряжу и тонкую толстую да и составу разную по метражу разная для того чтобы действительно провести эксперимент и себе доказать и вам показать я нашла такой ритм чтобы все прибавки все до единой прибавки были в нечетных рядах это во первых удобно ну и запоминается и легче вяжется легче запоминается и легче рассчитать собственно без расчета все равно мы никуда не денемся да но здесь нет таких муторных расчетов и так давайте сначала расскажу о плюсах данного реглана а потом расскажу собственно как я все эти вещи вязала первое я могу получить любую ширину изделия до при этом получает ту пройму который мне нужно не люблю занижен это первый плюс второй плюс при вязании погона если выделено мало петель на плечо либо же при вот этом виде реглана и он называется нулевой когда мы выделяем буквально две-три петли в зависимости может быть от рапорта даем вдруг вы какой-то узор вкладываете в этот джемпер например то если какой-то рапорт есть то соответственно он должен количество петель на рукаве должно соответствовать рапорту я клала везде по 3 петельки за исключением пряжи лючи потому что мне здесь нужно было вписать листик поэтому здесь 5 петель то есть смотрите у меня на горловине разное количество петель но ритм прибавок у меня изначально у всех изделий одинаков и когда у нас мало петель либо в погоне либо в нулевом реглане на плече в рукаве то есть да то мы получаем горловину лодочку здесь я везде округлял изделие чтобы жизнь меда мне казалось я люблю во первых это ну и во вторых все-таки лучше посадка тем не менее начинающим будет очень удобно то что горловина лодочка получается когда мало петель и выплясывать вот эти вот округления углубления не обязательно вывязывать можно росток вывязать на петлях спинки что гораздо проще да это для тех кто еще только вникает изучает вот эти все углубления и там верхний росток вот это да то есть второй плюс то что можно не плясать вокруг горловины можно просто разделили петли то есть очень простой расчет главное определились с количеством петель на горловину да какую вы хотите горловину которая лежит в близко к шее либо же подальше до ближе к ключицам то есть определились шириной горловины и выделили по три петли на рукав я сейчас позже скажу какой ритм и начали связать то есть практически не задумываясь какой плюс я еще нашла смотрите когда у нас достаточно большое получается основное количество петель находится на переде и спинке в рукавах у нас мало петель до 3 петельки ну в данном случае 5 вот в личии то можно спокойно класть сюда узор любой я здесь по спинке делала мотив но можно было его вписать целиком на всю спинку да или на весь перед например я не делала близко я оставила здесь мне надо было чтобы было не прозрачно по спинке по бокам ну и плюс чтобы выделить рукав так как у меня вписывался узор целиком в рукаве его вписывала поэтому с узорами полегче получается как-то и так давайте я расскажу как я начинаю вязать все эти изделия да я нашла такой алгоритм чтобы ритм прибавок был удобным то есть всегда в нечетных рядах для нас это более привычно повторюсь определились горловины до набрали количество нужной петель сделали схемку себе пометили по 3 петельки от отправили на рукава и поделили на спинку и перед кто хочет перед немножечко побольше да там отняли от спинки несколько петель кинули на перед в общем сделали схемку и раскидали петельки значит пометили маркерами и начинаем делать прибавки в рукав всегда начиная с первого ряда и до конца проймы делаем прибавки в каждом нечетном ряду всегда 1 3 5 7 9 и так далее в каждом нечетном ряду к телу к спинке и к переду я прибавляю минимум одну треть реглана я прибавляю пропуская один нечетный ряд то есть в первом ряду прибавка есть к спинке к переду третий нечетный ряд пропускаю в пятом прибавка есть к переду к спинке в седьмом пропускаю и так далее до отвязали одну треть проймы проймы у нас равна 1 4 обхвата груди то есть если у вас 100 сантиметров в груди значит 1 4 25 сантиметров вот одну третью провязали и у вас уже есть прекрасный образец плотность по которым мы замеряем сколько у нас петель в сантиметрах и сколько у нас рядов высоту и тогда то есть мы должны знать длину своей проймы да я себе рисую вот такую схему черновичок всегда когда начинаю взять любое изделие слева пишу ряды колоночка где у меня петли переда колонка где у меня петли рукава колонка где у меня цифры петель спинки и рисую себе рукав в каждом нечетном ряду в первом ряду было три петли стала 5 в третьем ряду стала 7 петель 9 11 13 и до конца до конца до конца до конца до конца проймы перед и спинку пишу через один ряд допустим с разницы в 10 петель я сделала для примеру я говорю да на спинке 51 петелька допустим напереди 61 через один нечетный ряд в пятом ряду следующей прибавки до получается плюс еще две петельки 63 53 и так далее то есть сначала одну треть я вот так рисую всю линию проймы сколько вы посчитали вот в сантиметрах до вам нужно расписываю вот так вот все ряды и от обратного начинаю смотрите снизу я начинаю писать я же знаю теперь какое количество петель мне нужно по ширине до допустим 101 петля все цифры условные повторюсь а по спинке на 10 меньше до 91 а здесь я начинаю в каждом в каждом нечетном писать цифры и в итоге они у меня когда встречаются вот в этот момент мы и меняем ритм прибавок то я думаю понятно объяснила еще раз как конспект да в рукав делаем в каждом нечетном 1 3 5 7 9 так далее одну треть как минимум мы провязываем к переду и к спинке прибавляем пропуская один нечетный ряд одну треть отвязали далее прибавки делаются по кругу все как классическом реглане правда удобно ну просто мне этот способ очень нравится не надо напрягать мозги с узорами очень удобно с расчетами очень удобно и силуэт получается классный надеюсь вы обязательно попробуйте такой вид реглана вам он понравится вас это затянет потому что вещи начнут только отскакивать никаких мусорных таких расчетов да и классный силуэт попробуйте вам понравится поделитесь со своими близкими с теми кто вяжет таким способом а я вам желаю легких петелек и самое главное девочки будьте здоровы